Добрый вечер, сегодня воскресенье, снова 7 часов вечера и снова вопросы Рижан и ответы на все эти вопросы, которые задавались в течение этой недели. Сергей Вап задает вопрос по поводу проекта Северного коридора. Северный коридор это проект, который включает в себя и дублер улицы Брейбес и соответственно туннель севернее от Вантова моста, который соединил бы Пардаугово и правый берег к Риге. Решение, которое мы принимали в этом году было непростым, потому что у нас есть доступные европейские средства и нужно было в принципе выбрать или построить первый этап от примерно въезда в Ригу и до Чекуркаунса, первый этап северной переправы, или завершить все-таки Южный мост. И выбрал какой? Или у нас получается два объекта, один построен примерно на четверть, второй на три четверти, что мне кажется не совсем правильно, или мы все-таки концентрируемся, завершаем Южный мост, к северной переправе возвращаемся, когда появляются следующие возможности или привлечь европейские средства, или привлечь соответственно деньги от частных инвесторов. Мне кажется, решение, которое было принято, перекинуть европейские деньги на то, чтобы завершить Южный мост, на то, чтобы соединить существующий весь комплекс улицы Венебес-Гатвес, оно правильное, потому что в результате этого решения у нас появится один полностью завершенный объект, который соединяет правый берег и который соединяет Пардаугово, который позволяет убрать полностью грузовой транспорт из центра города, и этот проект мы сможем уже начать реализовывать в следующем году, и мы сможем его завершить, как планируется, в году 19-м, и тогда у нас полностью готов один из мостов, и мы можем дальше думать, каким образом финансировать и искать деньги для северной переправы. Кирм Ли спрашивает про проект Реал-Болтика и как он будет проходить, соответственно, в районе улиц Мукупурва и Грамсдес. И вопрос касается огородных участков, которые там размещены, и что будет с теми участками, которые не будут затронуты в ходе строительства новой железной дороги, которая соединит железнодорожный вокзал и аэропорт. Проект реализовывает не Рижская дума, проект реализовывает Министерство сообщения, но мы очень в данной ситуации хотелось бы подчеркнуть результативно сотрудничаем, и пока то, что мы знаем, по той информации, которая нам предоставляется, что вдоль железной дороги будут построены звукоизолирующие щиты, и это значит, что все те огороды, которые не будут затронуты, и все территории, которые их не коснется строительства новой железной дороги, их можно будет использовать дальше по их нынешнему назначению, и это значит, что огороды, через которые не пройдет железная дорога, они продолжат дальше функционировать, и город в этой ситуации, естественно, будет продолжать дальше сдавать в аренду эти земельные участки, чтобы люди могли ими пользоваться. Львотый актив сридзеннекс Юрис Петтерссонс уздадут у зареи свирк на яутаем, но и с яутаем стейкту аркартики интересанты. Первый аутаем цикл из них есть пар тихи, которые саимы социалу пабалсту, и Юрис устроенствует по тому, что дуги от этих людей не могут пройти, как они петербург изманты социалу системы, и таза веяда, и петербург систему, и негативно саимы от балсту на пащу вальдиве, и ко пащу вальдива дома дарит аршем цилизвеке. И яутем стейшума, это очень паре. И так, как я узнал, что яутаю, мне это так, что я утешу, 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 И тогда я вам помню только один, но аркатый, который был вредит, который, я верю, принесу вас отбилдить за вашу затрагу. В этом случае, как раз, летать клиентский скаидс Рига, если мы говорим по человеку, которые с нами паблазмом по поводействию, которые третий год веках замазан, по 40%. То есть, что все инструменты, которые паспу спеледовала Лабклебезаепт, Ганс не только материалы отбалсты, но и психологическую отбалсту, а консультации, то все эти работы вае не могут результатами, потому что шеи самознавания по 40% и аркатридно-бутиски. Таулак Юрис задавалт жалтайму, что это, как и витам, где организованы организованы, что это действительно милзи. Но это не так, как в 2009 году Рига, и это не так, как это было не так, как теса леймами, это было два яна зала. Шти два яна зала были отверты, потому что теса лиха нам издали. Не одна яна вещь – Рига. В 2009 году – это не так. Накамая жалкость – это уже, как изкатирование стиль, как савиену саркандаву говора манга�льем, где можно запомниться с проектом. Рига.л.м. Поехали на 2 недели порталу Рига.л. Когда мы уже запомнили весь материал. Рига.л.м. Поехали на 2 недели. Поехали на 2 недели информацию. Великой жалкость. Земезгриды трамвайя из Ильюцем. Кроме того, что я попросил и у Низкопольника трамвайя, как Данина и Шунгурсирует в Кингараксе, будет ли продлена трамвайная линия до Дарзене, и когда новые трамваи начнут курсировать в Имонту. Новые трамваи в Имонту начнут курсировать в мае этого года. Потому что для того, чтобы запустить Низкопольный трамвай по любому из маршрутов, нам необходимо каждый из этих маршрутов полноценно перестроить. Это значит полная замена контактной сети, а также перестройка многих перекрестков и поворотов, потому что трамваи с тремя секциями, особенно с четырьмя секциями в перекрестке нынешних, построенных по старым проектам, они просто иногда не могут въехать. Дальше, если мы говорим о расширении курсирования новых низкопольных трамваев, то у нас по плану после Имонта это направление в Кингаракс, и уже по плану после Кингаракса это сиртасиалтаймскурируздавис юрис талакузилюцем, тадамамсирам патрайсациям. Кроме этого, мы планируем строительство новых трамвайных линий. Первая трамвайная, новая трамвайная линия будет строиться через Ренсканстас, потому что она дает нам возможность создать полноценный круг вокруг центра, и тогда мы уже можем переходить к следующему этапу, начать строить трамвайную линию в Пурцемс. Сначала с Канстас, потом Пурцемс, и после этого мы уже сможем и финансово, и технически позволить себе продлевать трамвайную линию из Кингаракса дальше в Дарсене. По сути, те проекты, которые я сейчас назвал, начиная с мая этого года, с новых трамваев Имонта, дальше Кингаракс, Илгуцемс, Кансте, Пурцемс и Дарсене, по сути, это планы на следующие 8 лет. Часть планов будет реализована за следующие 4 года. То, что касается трамвая Насханстас, то, что касается, скорее всего, начала уже строительства трамвая в Пурцемс, если мы говорим уже про продление в Дарсене, такого плана строительства, это, естественно, будет несколько позже. Дмитрий задает вопрос по поводу того, что недавно на улице Элзабетас был ремонт водопровода, и при этом уточняет. Рига недавно приняла правила, которые запрещают после ремонта коммуникаций применять старый метод заплаток, и по которому, по этим новым правилам, необходимо полностью перекладывать асфальт. Очень правильно вы говорите, Дмитрий, но хотелось бы отметить, что эти правила касаются тех улиц, где проводился в последние 3 года полноценная замена асфальтового покрытия. Как, например, в случае с улицей Лачплышем, скажем, или в случае с улицей Брибес, там, где уже были закончены ремонтные работы. Если на этих улицах в течение следующих 3 лет кто-то по каким-либо причинам, будь то плановые ремонтные работы или аварийные, скроет асфальтовое покрытие, тогда там необходимо будет асфальтовое покрытие заменить от бордюра и до осевой линии. Улица Элзабетас асфальтовое покрытие будет полностью заменено в этом году. Поэтому на улице Элзабетас, во-первых, мы все сделали именно в той самой правильной последовательности начала коммуникации, а потом асфальт. Но если после этого лета на улице Элзабетас по каким-то причинам будет необходимо опять скрывать асфальтовое покрытие владельцам коммуникации, то именно владельцы коммуникации должны будет за свой счет заменить асфальт от бордюра и до осевой линии. Дмитрий Хвостков спрашивает про то, что будет и какие планы у нас с ремонтами улиц, потому что улица у нас, как справедливо отмечает Дмитрий, далеко не в самом хорошем состоянии, но при этом ремонтировать улицы достаточно массово, мы начали уже в 2015 году, когда начались ремонты островного моста. 2016 год вообще был непростой, как мы все помним. В этом году ремонт улиц будет еще больше, потому что все, что касается направления улицы Валдемара, улица Дунтас дальше до травматологии, Брасовский мост, в центре Элзабетас, Мертеля, Дзирнову, Стабу, это все будет ремонтироваться в этом году. Начало ремонтных работ и строительство новых эстакад на островном мосту, это тоже этот год. Следующий год, то, что можно уже сейчас говорить, это полный ремонт улицы Чака и улицы Мариус, потому что мы не можем в этом году одновременно отремонтировать и Валдемара и Чака, потому что тогда город станет. В следующем году планируется ремонт Вантового моста. Параллельно мы сейчас ищем инженерное решение, как отремонтировать воздушный мост или Вэфовский мост, потому что здесь вопрос по сути полной перестройки моста, если мы хотим, чтобы там было две полноценные полосы для автомобильного транспорта и по меньшей мере полноценное организованное движение и для пешеходов, и для велосипедистов. И главный вопрос в том, как организовать движение транспорта, общественного транспорта, когда этот мост вообще будет снесен, и надо будет начинать строить новые конструкции. Там же ведь не только машины передвигаются, но еще трамвайная линия, которая идет из югла. Пока ответить, каким образом мы инженерно это решим, я не могу над этим работать специалистами, но Вэфовский мост мы тоже планируем перестраивать. Поэтому на ближайшие годы объем работы у нас немалый. В 2009 году, когда мы начали работать, мы приняли, это было политическое решение, что сначала мы концентрируемся на ремонтах школ и детских садов, что нам в значительной степени удалось привести в порядок. С 2015 года мы равную по значимости суммы денег каждый год тратим и на ремонты улиц. Следующие четыре года будет означать, что каждое лето в городе будет немало пробок, но мы постепенно их приведем в порядок. Ангела спрашивает, и не только спрашивает, и в чем-то жалуется о том, что мы в своей работе беспокоимся только о спальных районах и забросили центры. Вопрос очень, я бы сказал, характерный, потому что жители спальных районах зачастую говорят, вы ремонтируете только центр, жители центра говорят, вы ремонтируете только спальные районы. Мы на самом деле стараемся приводить в порядок в равной степени и центр, и спальные районы. Если мы говорим про то, что было сделано за последние годы в центре, давайте вспомним парки. Зеедундарс переведен в порядок, Гризенкаунс переведен в порядок, на улице Барона на месте бывшего стадиона Латвийского университета сейчас начинают строить новый стадион и одну из самых больших в городе детских площадок. Если мы говорим про улицы, то и Лачплэш, и большая часть Брибос. В этом году завершается ликвидация всех мелких дефектов на улице Барона, и уже в апреле улица будет полностью приведена в порядок. В этом году в центре города будут действительно масштабные работы. Я здесь хотел бы заранее принести свои извинения, потому что и передвигаться на машинах, и передвигаться на общественном транспорте действительно будет сложнее несколько летних месяцев, но зато улицы будут приведены в порядок. Если мы говорим про объекты культуры, русская драма отремонтирована, художественный музей отремонтирован. Даже городское софинансирование используют для того, чтобы привести в центре города в порядок и Домский собор, церковь Александра Невского, и плюс параллельно мы помогаем привести в порядок, помимо Литеранской Православной Церкви, мы еще помогаем католикам с собором Святого Якоба, который находится рядом с парламентом. В центре города мы уже сделали достаточно. Ну, естественно, позволю себе сказать, что мы сделали много, я не могу. Нам еще придется немало поработать до того, как мы дойдем до стадии, когда центр будет полноценно приведен в порядок. Кроме этого, Ангела также жалуется и на велосипедистов в центре города, особенно, как она говорит, очень редкие велосипедисты на улице Барона. Вот здесь, к сожалению, я вынужден буду с вами не согласиться, потому что все прошлое лето я в основном ездил на работы на велосипеде. Я могу сказать, в районе 8.30 на улице Барона на красный свет практически на каждом перекрестке стояло 8-10 велосипедистов. Очень популярное направление и поверьте мне, этим летом этой весной по улице Барона будет ездить еще больше велосипедистов. Артем Владимирский спрашивает, жалуется, я бы даже сказал, за то, что происходит во дворах. Его лично оштрафовали за неправильную парковку по адресу на улице Рекста, но таких случаев немало. У нас очень непростая ситуация сейчас во дворах, да и что мне вам рассказывать, вы сами знаете, что происходит. Дворы проектировались в советское время, естественно, они не проектировались с учетом того количества машин, которое сейчас принадлежит Рижану. Отвечаю про штраф полиции. Во-первых, я хочу еще раз повторить. Муниципальная полиция никогда не ездит на рейды специально по дворам, чтобы отлавливать тех, кто припарковался неправильно. Муниципальная полиция приезжает во дворы только в тех случаях, если они получили вызов от ваших соседей. Это значит, что если в ваш двор начали приезжать регулярные муниципальные полицейские, кто-то из ваших соседей или по телефону, или используется новую мобильную аппликацию, постоянно вызывает муниципальную полицию. Не реагирует на вызов, муниципальная полиция не имеет права. Это было бы нарушением закона. Дальше, если мы говорим про то, что происходит во дворах, не стоит забывать о том, что зачастую машины, которые припаркованы, кажется, проехать можно и пройти рядом можно. Да, другая легковая машина мимо проедет, но если, не дай бог, нужно будет проехать или пожарной машине, или скорой помощи, и пожарная машина и скорая помощь может уже и не успеть вовремя, потому что улица перегорождена. То решение, которое мы начали уже реализовывать, мы начинаем строить бесплатные, важно подчеркнуть, что это бесплатные, парковки по микрорайонам вдоль основных улиц. То есть это не во дворах, но это на расстоянии шаговой доступности, когда ты оставил машину, плюс-минус несколько сот метров и пришел домой. Эти парковки будут созданы за следующие четыре года практически вдоль всех основных улиц во всех рижских микрорайонах. Таким образом, это даст возможность нам убрать машины из дворов, потому что превращать дворы в парковки тоже неправильно. Начиная с того, что там во многих случаях это частная земля, где мы ничего не можем делать, и заканчивая тем, что ну кому хочется иметь под окнами, особенно в летние месяцы, когда окна открыты, сотни машин, которые каждое утро заводят, которые со всеми их выхлопными газами. Поэтому машины должны находиться недалеко от домов на бесплатных парковках, которые сейчас город начинает для рижана и для автоводителей строить. Татьяна спрашивает, можно ли сделать так, чтобы 58 автобус начал курсировать не только по рабочим дням, но и по выходным. Мы в последнее время запустили два новых маршрута. Причем эти новые маршруты запущены по следующему принципу. Это короткие маршруты, которые соединяют между собой несколько районов, как, например, «Зепниканс» и «Кенгаракс», и как «Ветсменгравис» и район «Тейки». Мы сначала запустили все эти автобусные маршруты только по рабочим дням, чтобы посмотреть, какой спрос действительно ли пользуются эти направления интересом со стороны рижан. И мы видим, что и 58, и 60 маршруты очень популярны. Это значит, что, скорее всего, уже после лета автобусы по этим маршрутам начнут курсировать также и в выходные дни. Но мы над этим работаем, поэтому после лета будут уже предложены решения, и эти решения также будут реализованы. Очень много вопросов от молодых мам, от молодых родителей по поводу того, когда и где будут появляться новые детские площадки в микрорайонах Риги, потому что площадок катастрофически не хватает. Последние годы мы устанавливали новые детские площадки, особенно только на территориях школ. Потому что у школы есть забор, у школы патрулируют полицейские, у школы есть директор, который отвечает за порядок и, соответственно, следит за тем, что происходит с этими детскими площадками. С этого года мы запускаем новую программу. Мы находим землю, которая принадлежит своему управлению, которая находится, скажем, между дворами, чтобы каждая новая детская площадка служила не жильцам одного двора, она служила жильцам нескольких дворов. В этом году будет установлено первых 14 больших детских площадок, причем каждая детская площадка – это и детская площадка, и спортивная площадка, чтобы и дети были заняты, и их родители, чтобы всем было удовольствие. Площадки в этом году планируется устанавливать в Мэшсемсе, в Пуртсемсе, в Кингараксе, на Штиротаве, в Центре, в Балдырае, в Илгутсемсе, в Золитуде и в Зепникаунсе. Параллельно мы еще и ищем, какое решение может быть для Яунсемса, потому что в Яунсемсе у нас практически нет муниципальной земли, и, скорее всего, это будет расположено на территории школы. Есть еще несколько вопросов по поводу Имманты и Дарзе. Это те районы, где мы в этом году планируем установить первые 14 комплексов, объединенные большие детские площадки и спортивные площадки с турниками и со всем необходимым оборудованием, чтобы родители тоже могли следить за собой и заниматься спортом и быть приверженцами здорового образа жизни. ИНТЕ жалко про то, что, как брюбас ела, что брюбас ела, это уже савеста лейла мэра, когда мы говорим по асфальту сегам, но все, что от этого нет, это очень слегка стабукла. Это экстралион, ропа же ела. Шеет, демжел, мне не нравится, потому что, например, аптеку, пилсты педали примерно 4% на всех земельных газах. А если мы говорим по ропа же елу, то только 2%. Практически, петербургии, шеет, не касается. Это означает, что мы торможем талак, твейки парунами, приватами земельных 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 земельных, чтобы сделать неприцательные прасыбы. Да, нам это все зависит. Испании с тем, мы взяли к себе приватами, какое-то время визитку, что мы недрихлили приватом петербурге. Визу, когда мы ремонтем пакет, мы ремонтем пакет, что за живица земельных земельных мы с тем, что, это ремонт, визитки, Не overhead штатом, а значит могут быть не надeld сетинками менять да есть и д footall High G это което про вашу но не надел ду化 просв keluarend даSacies а полс thing здесь по на у Stelle Competition то уверенно в том же армел же а 통 Ирина спрашивает. 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 Планируются в этом году новые детские площадки. В Пурциемсе сделано очень много. И, кстати, между прочим, полиция муниципальная тоже. Это был один из первых районов, где началось полноценное патрулирование муниципальной полиции за пределами Старого города. Поэтому программа партии Бондарса мне нравится, потому что она описывает то, что мы уже сделали. Но вообще, если говорить про паравые партии и про то, как они относятся к Пурциемсе, к району, где живет порядка 70 тысяч человек, лучше всего отношения всех правых партий, без разницы, это единство, националисты, Бондарса, Борданс и другие, очень хорошо характеризует одна цитата от кандидатов мэра со стороны единства. Он один раз, пытаясь каким-то образом, наверное, думал, что он таким образом нас оскорбит, назвал нашу партию, что мы социал-демократы и с Пурциемсе. То есть для них слово Пурциемс по сути является ругательным, потому что они там, скорее всего, никогда не были. Тот же самый Бондарс, который обещает самые разные блага жителям Пурциемса, он не живет вообще даже в Риге. Для меня, когда меня называют социал-демократом и с Пурциемс, для меня это комплимент. А все остальные считают, что Пурциемс это ругательное слово. Поэтому дальше уже, когда мы говорим про то, что кто высказывает и как кто относится к жителям Риги или к жителям отдельных районов, дальше вывод делайте сами. Вы очень хорошо понимаете, кто что в городе делает, а кто только обещает и в лучшем случае не сделает ничего плохого, а скорее всего, все то, что за последние годы было создано, от социальной поддержки до ремонтов школ, детских садов и создания новых мест отдыха, променадов, спортивных территорий, стадионов, все просто может остановиться. Но опять же, как будет развиваться город в следующие четыре года, зависит только от вас. От того, сколько людей просто 3 июня придет и примет участие в выборах, а не останется дома, зависит судьба города на следующие четыре года. Кто будет обещать, а кто будет работать. Великой один из жителей, что это, как и сайсистами политики, что в пятидесят с детьми, к нам не прогнозом, а по кое бальзот, а не знаю, по кое бальзот, они и они жутят, а куда делать, а кае издарить извелу. В этой ситуации, мы хотим прежде, как ищет, по кое бальзот. Протом, мне не парсту, но партит, что это не наиболее, но, я не знаю, что это, Исследование. Итекусь подумать по вене истинке, это были один из Националей политики. У другого, ко мне было поставить наушку и руководству, и у меняvers у меня School of the cellphone, и Камансат, он передавал тихо- Урига легкоJO так далить, потому что р еще религию, религию и богатая. Искат, что через то, что в огромном ocёлые походы павелли, у вас пототешь с 출� .. на весь дом савием, Рига галнёжи sponsors и донора шая ситуация. Ирите к себе, что это будет великий мэр отняти науду, чтобы отдая науду ридзинейку самоксалу основу, что это не то, что это не то. Это означает, что, петь бутербродукт, как раз измени, как раз, как выражает Рига, а певарясь отнаги, комбинация, ну, вальдибас, лабайм партим, у тим яуним популястам, оно означает, что Рига, венгарь, что это не то, и другие программы, Каждый год, который будет усказать, сакать на бривбилетах и брифбилетах, и бенгши беется. Так что Рига начинает полидцать Валдивой. Грути, конечно, прогнозировать, ко Валдива издалит науду, которую они хотят отнимать ридзинейки. Можем конкурсу варить. Но, что ни разу не будет. Великой, который является темой, что Рига изменились этнические статусы, как Латвия ипатсвырси ипатсвырси ипатсвырси, ипатсвырси 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 ипатсвырси, и это саисисти с тази скайта ар то, что Рига из дома очень активно ицет человеку, чтобы доказать свою жизнь, где они фактически живут, против Рига. У нас есть один изменились, и что это, у нас есть, или нет, или нет, или нет, не устроюч. У нас политика вещества годов была не штурсов ридзинейку, страдать весь ридзинейку, бан, инициативно, инициативно, как можно ремонтировать пагалмаз, будзи, основе монтаж, каждый изменились, как гранат ридзинейку? Так же, мы в podem повернrait, кто там перезидент, что, да, в белом, кто-то сменит, не годизна. слабаясь партия, который будет виноваться в том, что социальными программами очень многое время и все планы, которые мы пытаемся изменили за школу, за бэрнодерзем, за виду сакартошем, они планы неизменили. Лидер то, когда люди 3. июня передаливаются ввелищanas, они зинят, как страдал, как только соло, и как меет венкаши человеку сарядить свою стартуру, измотать ган националу, карты на релингвистическую карту. Ты ем кастрюна пар Володам, ты ем не мед слабо страдат, мне не пара стены сенанс. Юрий Владимирович Смирнов спрашивает, почему я не заклеил логотип яблока на своем компьютере. Я даже не знаю, нужно ли его заклеивать, но если у вас есть предложение, чем его заклеить, чтобы это выглядело лучше, присылайте, и будут дельные идеи, обязательно откликнусь и поменяю нынешнее яблоко на какую-то красивую наклейку, если предложите хорошую идею, конечно. Еще один вопрос касается парковок в центре города и парковочных аппаратов, с помощью которых можно расплатиться за парковку. И жалуются на то, что, во-первых, нельзя принять, не принимают аппараты больше монеты, и, соответственно, нужно расплачиваться или карточкой, или смс, и не всем это удобно. Главная причина, почему в Риге, в центре города не принимается больше монеты, она, к сожалению, очень простая. Потому что эти аппараты взламывают, монеты воруют, но даже проблема не в том, что украли монеты, а проблема в том, что этот аппарат потом нужно ремонтировать, что стоит значительно больше, чем все украденные монеты. А что самое плохое, что у нас нет постоянного запаса необходимых частей, чтобы эти аппараты ремонтировать, потому что невозможно прогнозировать, когда тебе сломает один аппарат, а когда за какие-то выходные сразу десять. И это значит, что каждый раз, когда взломали и украли монеты, аппарат выбывает из обращения примерно на 2-3 недели. Ремонтные работы, доставка запчастей и так далее. И это значит, что 2-3 недели вообще никак нельзя расплатиться в этом квартале. И каждому автовладельцу нужно пройти 2-3 квартала до следующего работающего аппарата, что еще неудобнее. Поэтому, к сожалению, мы были вынуждены принять техническое решение, что в Риге, в центре города расплатиться можно или карточками, или СМС. Плата – это не способ заработать деньги. Плата за парковку в центре города – это единственный инструмент, который позволяет каким-то образом обеспечить достаточное количество доступных мест, чтобы люди могли перепарковаться. Потому что в тех случаях, когда в центре города бесплатная парковка, это значит, кто первый приехал и оставил машину, того и это место до позднего вечера. И никто другой на это место уже встать не может. Если существует плата за парковку, тогда, соответственно, машины меняются, и приехал в центр, у тебя есть возможность машину оставить. Более того, во многих городах в Европе не только видена плата за парковку, но и видны ограничения по времени. То есть ты можешь, заплатив, оставить машину на час или на два, а потом должен прийти ее перепарковать. В Риге такая система не планируется, но нынешняя плата за парковку позволяет нам обеспечить достаточное количество парковочных мест всем, кому необходимо в центр города приехать. Парковка. 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 В следующий раз мы встречаемся снова в воскресенье, снова в 7 часов вечера. А пока спасибо за все эти вопросы, которые вы прислали за эту неделю.